Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы с вами будем рисовать женские брюки. Такого достаточно интересного кроя. И этот крой будет подчеркнуть еще и принтом. Брюки будут в черно-белую полоску. Ну, не самый традиционный дизайн, давайте скажем так. Но я уверена, что у нас получится очень симпатично. Беру шаблон для рисунка технического. Эти шаблоны можно скачать у нас на сайте. Активную ссылочку я оставляю под этим видео. Заходите, пожалуйста, скачивайте и используйте в своей работе. Уверена, что они вам пригодятся. У нас есть мужские, женские, детские. И очень они удобны, постоянно ими пользуемся. Блокирую, соответственно, слой с шаблоном. Выбираю черный цвет пера. И приближаю брючки. Брючки у меня будут на высокой посадке достаточно. То есть вот она моя талия. И будут брючки. Так, мне нужен цвет контура, а не цвет заливки. Вот. Сначала нарисую одну половинку, потом ее раззеркалю. В данном случае это будет абсолютно нормально. Рисую базовую форму штанинки. Они будут чуть-чуть свободны вот здесь к бедру. То есть будут слегка увеличивать бедра. Иногда по фигуре требуется увеличение бедр, хотя и не часто. Но иногда нужно. Так, и смотрите, они будут иметь здесь вот такую дополнительную... Я бы даже не назвала это линией кроя. Это будет такая защипанная складка, которая будет немножечко менять направление полоски. Окно, обработка контуров. И мы сейчас вот это разгруппируем. Что я сделала? Разрезала. Видите, у меня теперь две детальки. Одна и вторая. Вот здесь у меня будет кармашек. Но поскольку кармашек будет не сильно виден, я его просто обозначу, ну что он там есть. Без дополнительных каких-то элементов и отстрочек, но он там есть. Вот. Выбираю. Все вместе. Зеркальное отражение. Ставлю точку, откуда отражать. Вращаю. Нажимаю shift, нажимаю alt, отпускаю кнопку мыши. И, соответственно, получаю вот такую красоту. Так. Я забыла подрисовать шлевки. И такие брючки, как правило, застегиваются сбоку. Так что особо никаких застежек мне рисовать не надо. А вот шлевочку по краешку я бы с удовольствием нарисовала. Одну. Вторую. Потому что будет красиво, если эти брюки будут носиться, например, с толстым черным ремнем. Так, неправильно выбрала. Инструменты черная стрелочка. Выбираем. И отражаем. Вот, отлично. Теперь. Поскольку у нас это черно-белый эскиз. Технически. На техническом эскизе, как правило, не показывают какие-то принты. Показывают основные свойства. Здесь можно все подписать. Мы сейчас поставим, что вот здесь будет такая складка. Она будет черненькая. Почему? Потому что это будет наша с вами тень. Тень мы как раз сейчас здесь обозначим, чтобы оно все было видно красиво. Одна. Вторая. Кармашки я люблю делать чуть-чуть темнее основы. Для того, чтобы было ощущение, что они там вот внутри. Вот поясочек. Пушлевочки. Так. И можно добавить чуть-чуть буквально тени. У меня многие спрашивают, как рисовать тени. Брюки. Просто вы представьте себе визуально две штанины. Это два цилиндра. Когда мы смотрим на цилиндр, представляем, что свет светит на них прямо. Соответственно, по бокам цилиндра у нас с вами должны пройти тени. И если у нас ткань не сильно драпируется, а лежит достаточно ровно, то лучше эти тени сделать максимально, ну, геометрично плоскими. Вот так будет правильнее сказать. То есть, чтобы они были очень такой спокойной формы. Вот видите, как бы цилиндром я сформировала одно брючино. И могу даже сделать симметрично второе. Иногда тени специально рисуют асимметрично, чтобы придать живости. Иногда делаю симметрично, в зависимости от того, что вы хотите. И делаем эффект непрозрачности. То есть, будет создаваться такой эффект цилиндричности. Иногда рисуют только с одной стороны, чтобы показать, что свет как-то... Мы можем представить, что свет идет прямо и немножечко они обыгрываются. То есть, и степень яркости вот этих теней вы можете отрегулировать. И таким образом будет восприятие брючек. Можно вот таких совсем светлыми сделать, когда будет заливку уже поправить. Теперь делаем нашу с вами полосатую заливку. Но это вообще самая простая заливка из всех возможных. У нас будет вот такой толщины полоска на брюках. Одна черная, а вторая белая. Сложно в это поверить, но будет именно так. Так. Рядом две полоски рисуем. Одну черную, одну белую. Желательно обе без цвета конкура. Чтобы там не было. Вот. Сейчас посмотрим по толщине. И чтобы дырки между ними никакой не было. Затаскиваем это все в заливке. И создаем копию нашего с вами эскиза с шаблоном. Вот так. Давайте я попробую заливочку. Мы посмотрим, как она у меня сработала. Сейчас, в момент. Вот сюда. Так, как у меня сработала заливка. Беру прямоугольник. Рисую. Кусочек. И на нем. Чпок. Заливка. То, что я и хотела. Странный крой, но сейчас мы его сделаем. Заливаем. Здесь, естественно, сейчас нужно будет делать достаточно яркие тени. Потому что при таком агрессивной заливке их просто будет не видно. Вот так вот мы их поярче сразу делаем. Эти края тоже заливаю. Вот и это заливаем. Но теперь нужно будет нам с вами кое-что провернуть. А именно наш с вами принт. Соответственно, здесь мы поворачиваем на 90 градусов. А вот здесь мы с вами будем крутить не на 90, а сейчас глазом посмотрим, насколько. Помягче, помягче. В другую сторону. Вот так. Соответственно, будет вот такая вот игра. То же самое. Ну, можете по градусам там посчитать, если есть желание. И сделать. Вот. У нас получилась вот такая штучка. И шлевочки давайте сделаем чисто черными. Они будут хорошо смотреться. Такие вот интересные брюки. Если вы вспомните, то в прошлом видео я показывала, как рисовать блузу. И у меня в голове, собственно, это была пара. Так что давайте померяем, как они вместе смотрятся. Блуза ярко-розового цвета с кружевом. И вот такие оригинальные брюки. Как раз вот то, что мы рисуем на одном шаблоне, сейчас нам очень сильно поможет. Потому что, вот вы смотрите, шаблон. Вот у меня открыт документ. Я прямо отсюда заберу сейчас. Ctrl-C Ctrl-B Загруппировать. Вот так вот поставлю к шаблончику. И на передний план. Вот такое интересное сочетание у нас с вами получилось. И можно, конечно же, их показать. Так, а я не сгруппировала. Давайте сгруппируем их по отдельности. Показать их рядышком и показать их друг на друге. Вообще это здорово. Потому что, смотрите, сразу можно понять, насколько удачно там зона живота смотрится. Потому что, когда они отдельно, все здорово. А когда друг на другу, вот насколько нам это нравится или не нравится. Но мы уже вот собираем такие яркие, неординарные комплекты. Смотрим, как они смотрятся. На этом все. Я свои брючки показала. Показала вариации того, как это можно сочетать и можно носить. Пробуйте, не бойтесь. Ну, конструктор, конечно, вам скажет спасибо за такие эскизы. И будет спрашивать, а что ты имел в виду? А как вообще это перекроить? А какие там складки? Но это можно уже сделать методом макетирования. Либо действительно с конструктором поговорить. Он вам поможет правильно все это разложить. На этом все. Ну, векторный эскиз мы закончили. Можно переходить уже к воплощению этого эскиза в реальность. Ну, либо если это у вас просто визуализация, то уже посмотреть. Возможно, на этой стадии будут забракованы какие-то эскизы. И понятно, что они не нужны. Или будут использованы там для других целей. Но у нас получился достаточно яркий, интересный лук. На этом все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии, если у вас есть какие-то вопросы или пожелания к тому, что вы бы хотели нарисовать. Не забывайте, что каждый вторник мы рисуем эскизы в векторе. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok